МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что нужно для того, чтобы ребенок был по-настоящему счастлив? Уютный дом, яркие игрушки или вкусная еда? Нет, ребенок счастлив, когда у него есть семья и по-настоящему близкие люди. Свой личный мир со своими личными взрослыми. В одном рязанском детском доме живут дети, у которых нет родителей. Но они их очень ждут. Может быть, они ждут именно вас? Сегодня в программе мы хотим вас познакомить с одним замечательным мальчиком, который тоже хочет быть счастливым. Чтобы познакомиться с Данилой поближе, мы решили сыграть с ним в шашки. Хотя, как признается сам мальчик, больше всего он любит играть в футбол. Я так понимаю, ты будешь играть с белым. Расскажи, почему ты так выбрал. У меня черная себе белая. Ну, как бы белые ходят первые. Поехали. И больше шансов выиграть. Отлично. Тогда ходи первые. И заодно, вот я уже немного забыла, как играть в шашки. Объясни мне правила, пожалуйста. Ходить наискосок можно. Едеть назад тоже можно. А ты в шашки любишь играть? Очень. А во что больше любишь играть? Футбол. Футбол интереснее? Да. А расскажи про футбол. Какая твоя любимая команда? ЦСКА. А любимый футболист? Экинфеев. Он кто? Нападающий или вратарь? А еще написано, что ты занимаешься в театральном кружке. Расскажи, в каком ты кружке занимаешься? Арт-костюмы, дымовенок и теремок. И какие роли ты уже играл? Все самые главные. Самые главные роли? Да. А кем ты хочешь стать больше? Футболистом или актером? Ну, футболистом. Данила к нам поступил в детский дом. Тогда мы еще назывались детский дом. Более трех лет назад. Мальчик очень быстро адаптировался в новом коллективе. У него появилось много новых друзей. Причем хочу сказать, что друзья относятся к нему с уважением. Почему? Потому что Данила, несмотря на свой возраст, имеет самостоятельность суждений. И все конфликтные ситуации он старается разрешить мирным путем. Данила, как и все мальчики в его возрасте, мечтает о скоростном велосипеде. И еще о профессиональных кроссовках. Они ему нужны, чтобы тренировать точность удара по мячу. А ты кем хочешь стать футболистом? Тоже вратарем или нападающим? Не, нападающим. Почему? Ну, больше голов, больше денег. А если бы у тебя было очень много денег, ты бы их на что потратил? Помогал бы бедным. Помогал бы бедным? А еще на что? Себе бы купил что-нибудь? Ну да. А что купил бы себе? Права на машину сдавал. Машину купил бы. Какую машину хочешь? Приору. Мальчик учится в четвертом классе и больше всего любит математику и русский язык. Говорит, что пока получает четверки, но уже скоро хочет стать отличником. Найдите среди данных глаголов антоним и запишите. Вот, мы знаем, что нужно найти антоним. Что такое антоним? Противоположные... Противоположные... Слова противоположного значения, да? То есть нужно нам в этом упражнении для данных слов найти слова с противоположным значением. Правильно? Угу. Давай, читаем. Брат, сестра. Угу. Одевать, снимать. Снимать, одевать. Вспоминать, забывать. Ко взрослым Данила относится с уважением, очень доброжелательно. И во всех домашних наших делах Данила первый помощник воспитателям. Учится Данила наш в четвертом классе начальной школы. Он очень прилежный ученик. Он очень дисциплинированный, старательный. Он всегда самостоятельно выполняет домашние задания. Но если нужна помощь, он всегда обращается ко взрослым за помощью, не стесняясь. А расскажи мне, пожалуйста, про свои планы на будущее. Ну, вот хочу поваром быть. Поваром-кондитером. Ты только что говорил, что хочешь быть футболистом. Не, ну футболист, футбол это футбол. А чтобы готовить хорошо, нужно еще работать хорошо поваром. То есть ты будешь работать поваром? Ну да. Ты уже готовил что-нибудь когда-нибудь? Да, мы занимаемся с воспитателем. Учимся готовить. Много чего. Салаты, все такое. Какие салаты ты уже умеешь готовить? Крабовый, королевский, оливье. И овощной. Овощной и селедку под шубу мы еще пробовали в тот раз. Селедку под шубой? Это же очень сложно. Ну, у нас не очень хорошо получалось. Нам помогали. Данила наш, очень увлекающийся мальчик. Он принимает активное участие в общественной жизни школы-интерната и нашей группы в частности. Данила занимается спортом. Он увлекся в последнее время футболом. Также он посещает драматический кружок. Участвует в показах арт-студии «Домовенок». И за все свои показы, выступления, участие он неоднократно награждался грамотами и получал благодарности. Стрижата притихли. Скрип послышалось издалека. Молодец. Так это же мама прилетела, догадались стрижаты. И запищали веселей. Мама принесла в клюве капельку дождя и отдала ее скрипу. Первому стриженку. Капля это была вкусная капля. Стриженок скрип проглотил ее и пожалел, что капля такая маленькая. Он очень доверчивый мальчик. Я уже сказала, что к взрослым относится с уважением. И он старается всегда помогать во всем. Причем со взрослых он берет пример. Поэтому я думаю, он будет очень хорошим приемным сыном, наверное, правильно так сказать. Потому что для него важен авторитет взрослого. Для него важен пример взрослого. И он, конечно, будет и помогать, и стараться. Он очень хочет быть хорошим. Ну, на самом деле, хорошим у нас. Продолжайте Великий пост, а мы по-прежнему знакомим вас с правильными рецептами вкусных и здоровых блюд. Сейчас я буду готовить сразу два блюда. Это будет салат, и это будет заготовка на горячее блюдо. Салат у нас будет с очень интересным названием. Будут у нас битые огурцы. Очень готовится очень легко и просто. Но начну я сначала с другого. Сначала поставлю овощи запекаться. Запекать мы будем в хоспере. Это новое оборудование, современное, технологичное. Работает на углях и дает аромат костра. Вынимаем сердцевинку. Овощи нарежем крупно, потому что готовим при очень высокой температуре. Там порядка 300 градусов. Чтобы они не сгорели. Все, можно закладывать. Хоспер — это специальное оборудование, придуманное для ресторанов испанцами в 70-х годах прошлого века. Позволяет готовить на углях за счет того, что он закрыт, и он сделан из чугуна. Он сохраняет тепло очень сильно. И позволяет быстро прожаривать довольно-таки большое количество продуктов. То есть большой кусок мяса мы можем прожарить где-то за 10 минут. Картошку запечься великом минут за 15. Овощи тоже очень быстро сейчас запекутся у нас. Сейчас, пока овощи пекутся, я сделаю салат. Из чего? Салат будет из битых огурцов. Это вообще китайская фишка такая, китайское блюдо. Здесь самое сложное — это сделать сам соус. Ну, соус тут самый простой, на самом деле. Для соуса я, значит, беру 2 столовых ложки соевый соус, 1 столовая ложка уксус яблочный, чайная ложка меда, столовая ложка кунжута. Перемешиваю. Можно так сюда добавлять чили. Сейчас, в принципе, я возьму, насыплю молотый чили. Так, немножко чили насыпем. Смесь перцев, 4 перца. Белый, розовый, черный перцы. Вот, заправку я сделал. Масло еще. Растительное масло. Можно использовать кунжутное. Будет тоже вкусно. Дальше огурец. Нарезаем и бьем. Вот за счет того, что я его кулачу, он не разрезается, он как бы разваливается. Выделяется больше сока. В принципе, можно в пакетик положить сначала. Если дома не хотите кухню запачкать. Резаем брусочечками. Свекла, которую я отварил заранее. То есть, проста вареная свекла. Можно также его запечь. Кому как нравится. Что у тебя будет? Новое блюдо? Ну, это не новое. У нас в ресторане только сейчас как раз идет на пост. Такое блюдо. Просто сами по себе огурцы, они, конечно, интересные. Но как-то что-то в них не хватает. Поэтому я оттуда добавляю свеклу. Огурцы замариновались. Просто выкладываю поверх. И украсим зеленью. Вот. Овощи у нас тоже готовы. Так что можно доставать. Кроме того, что он постный, он еще и полезный. Свекла у нас нормализуют давление, улучшают пищеварение. Огурцы также благоприятно влияют на наш организм. Там тоже очень много витаминов. Помимо того, что там еще есть микроэлементы различные. Опять же, у нас в составе идет... Мы соль не положили, мы положили соевый соус. Мы сахар не положили, мы положили мед. Это более полезно для нашего организма. Овощи, они подпеклись. Я снимаю шкурку с перца, потому что шкурка перца, так что я говорю, шкурка помидора, не усваивается нашим организмом. Является просто шлаком. Сейчас я их просто порежу. По типу такого салата готовлю летом. Когда шашлыки жарим, параллельно с шашлыками можно же овощи запечь. Можно прямо на шампурах, можно на фольге, на углях. Можно по-разному сделать. Вот, так. Все нарезал. Перчик. Соль. Овощи я измельчил. Сейчас мы их заправим соусом, который мы сделали заранее. Этот соус можно сделать дома. Совершенно легко и просто. Для этого нужно взять любые любимые орехи. То есть мы сейчас используем грецкие. Здесь грецкие орехи, растительное масло, зелень петрушки, зелень кинзы и чеснок. Можно зелень тоже использовать по вкусу. Здесь не высшая математика, это все люди придумали, все нормально. Ну вот хватит одной прям столовой ложечки соуса. Вот, и ставим прям буквально на 2 минуты в хоспиер опять, ну или дома в духовку. Делается для того, чтобы прогрелось. Как раз соус раскроется. Как известно, красота начинается со здоровья. Поэтому в следующем материале мы поговорим о современном и эффективном методе диагностики различных заболеваний. МРТ является сложным, но безопасным и наиболее эффективным методом диагностики. Он не связан с введением каких-либо радиоактивных веществ. Метод МРТ позволяет получать отчетливые изображения внутренних органов. А следовательно, помогает установить точный диагноз и назначить правильное лечение. На томограммах, выполненных данному пациенту, мы видим картину дегенеративно-дистрофических изменений поясничного отдела позвоночника с множественными грыжами межпозвонковых дисков. Это, вероятнее всего, является причиной боли, которыми страдает данный пациент. Есть повод обратиться за консультацией к врачу-неврологу. В Рязанском медицинском центре по адресу улица Зубковой, 20 Б, вы можете получить необходимые вам диагностические услуги магнитно-резонансной и компьютерной томографии на новейшем и высокоточном оборудовании. Пройдя данные исследования, здесь же можно обратиться за консультацией к врачу-неврологу. На базе полученных данных врач выстраивает комплексное лечение. В отличие от рентгенологического исследования, на МРТ можно хорошо видеть не только костный компонент, а мягкие ткани организма, связки, мениски суставов, жировую ткань, мышцы, кровеносные сосуды. У исследований МРТ существует ряд противопоказаний. Это наличие в теле пациента, кардиостимулятора, протезов, клапанов сердца, искусственных суставов, имплантов, беременность на протяжении первого триместра. Максимально допустимый вес пациента – 180 килограмм. Выгодное отличие нашего медцентра – это возможность брать пациента с любым ростом и весом более 120 килограмм, а также обследовать маленьких детей. В нашем центре действует постоянная система скидок к льготным категориям граждан, число которым относятся пенсионеры, инвалиды, участники Великой Отечественной войны, медработники, призывники и дети до 14 лет. Существуют скидки ко всем праздникам, о которых пациенту могут узнать на сайте и по телефону нашего центра. Редактор субтитров А.Семкин